привет друзья с вами роман на своем канале вторая жизнь комнатных растений месяц май заканчивается последние денечки у нас наконец таки появилась жаришка трудимся во благо красоты в нашем домашнем садике друзья мои предпоследняя часть была слишком большая и ее поделил на две части потому что чтобы как-то вам проще и легче было это выдержать выставляю вам сегодня последнюю часть room tour весна 24 часть 6 и уходим на лето буду периодически вам выставлять какие-нибудь посадки пересадки с вот он скоро будут аллоказия подходит там очередная вот к вашему обзору как-то так ну что поехали так в прошлом году я себе завел папоротник циртомиум разнолистный это наш производитель из всем известной красные нивы что я вам хочу сказать вот эти вайки которые у меня здесь были изначально куплены и но штуки 3 точно отвалились да наверное штуки 3 точно отвалились не пережили пересадку или как-то отреагировали неправильно может что-то повредил не знаю вот эти козявки которые лезут красиво так интересно смотрится и мне прям нравится что у него вот прям вот красивые листья такие вот прям нарядные с этих корневищ пушистых козюляк плюс я от него отрезал корешок вот здесь вот у меня срез этот корешок этот корешок у меня родил деток детки такие тоже конечно симпатичные красивые как будто вот точно также вот смотрится вот на таких рогали как такие хорошие красивые симпатичные вайки мне нравится растение очень красивый папоротник даже несмотря на то что у него вот эти вайки все жесткие они спароносит и очень сильно спароносит я еще не увлекался не занимался сбором спароносов наверное думаю что это в будущем а вот пока вот только будут наслаждаться вот этими лапками которые ползут по горшку горшок ему понравился грунт для папоротников ему понравился сверху я не поливаю он на фитильном поливе единственный минус этих горшков сейчас сегодня мне надоело утомила постоянно вот это вот поднимать и заглядывать есть водичка нет водичку есть водичка нет водичку да наверное вот вот эти с маятником да фитиль с фитильом и с маятником там вот видно что не хватает водички подливаешь тут надо поднять плюс ко всему это же на стене у меня висит растение находится да мне надо постоянно его оттуда снять притащить поставить на стол поднять проверить налить поставить и обратно его отнести геморрой все равно он такой хорошенький а вот вот этот вот товарищ случайная покупка в прошлом году на майские праздники я продуктовом магазине купила такой маленький стаканчик по моему традесканцы рио рио называется по-моему если не ошибаюсь я его принес дому посадил на керамзит на керамзите он сидел стал расти растет и растет 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 хорошо так растет и думаю но раз он хорошо растет дай-ка сия ему значит здесь у меня в горшке половина керамзита и половина грунт для папоротников и вот он как-то попер пошел-пошел и начал загущаться гуще 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 стоит пить есть не просит стоит и стоит думаю ладно а тут в этом году я поехал отдыхать мы зимой в январе в египет и у меня в отеле я поднимаюсь на свой этаж захожу а там огромный длинный такой бассейн вот с этими традесканцами и получается как водопад такой огромный жирный толстый водопад из этих традесканцы так красиво так забавно смотрится думаю надо же значит и у меня вот вот это вот густой кустик возможно вот вот как-то водопадом опустится и будет красиво смотреться вот возможно да потому что у него чуть чуть-чуть уже какой-то тут формируется водопад легенький вот наклон уже есть ну думаю ладно и прекрасный молодец надо же у меня были раньше всякие различные традесканцы их пораздавал всем теткам вот покупку некоторые живут тут надо 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 бери 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 всем раздался и вот как говорится случайно покупка ну тоже приятно симпатичная случайная покупка цвет у него конечно у обратного листика да какой красивый яркий молодец эпиперенум пенатум в байт мне в прошлом году я покупал у девочки какие-то растения я у нее на растение попросил скидку его вы знаете его ноту я если дорогой растением в купаны не получается мне так и получилось я купил дорогое растение и вот только его более-менее привел божеский вид ну ладно слава богу что привел и она горит эти скидку не дам я тебе дам подарок красивое растение ну давай и она меня дала вот эпиперенум пенатум вайт маленький корешок с длинным с длинным с длинным с длинным воздушным корнем я его врага лик свернул водичку поставил этот листик на уже отвалился и вот этот первый листик пошел второй листик вот такой пошел 3 вот такой вот уже дырочки начали проявляться и у 4 тоже уже дырочки тоже стали проявляться наверное так не видно решеточки такие и он должен в результате вырасти крупные листья и все-таки резные красивые и еще вот с варегатностью с такой вот нежной красивые варегатности и листья еще должны быть резные резные крупные дома ну вот классно он у меня горшочки в новенькому я его посадил на поддонный полив в грунте для папоротников все хорошо и у нас все с ним хорошо да и быстрее бы ты вырос такой красивый конечно я ему после того когда здесь по кругу про пройду первый круг я его пришпиливаю надежде чтобы он укоренялся и как-нибудь тут что-нибудь размножался укоренял покрепче был вот первый круг я закончу и потом уже поставлю опору и вот эту модную свою и пойду по опоре вот как то так ну что наш аспарагус перистый подопытный кролик в этом году я делал ролик для людей таких как я которые заливают растения на раз-два-три аспарагусы заливаются на раз-два-три у них очень есть толстые окончания корневые вот эти как бульбочки таки толстые они быстро загнивают от переливов они быстро преют то есть растение очень мгновенно можно загубить и я сделал видеоролик на канале есть как можно выкрутиться благодаря поддонному поливу вот он у меня сидит уже сколько не знаю не могу сейчас сообразить сколько месяцев на поддонном поливе висит у меня на стене света для него там а подсветки нету просто дневной какой свет до него доходит вот все что есть ничего висит все нормально все живой слава богу ничего не отваливается что-то тут какие-то вайчики у него тут прирастают потихонечку совсем потихонечку водичка копыта в прошлом году я для вас очень много снимал видеороликов по поводу спатифилума размножения спатифилумы размножения на фитильном поливе спатифилумы на грунте для папоротников на поддонном поливе каких только я не делал в прошлом году спатифилумов вот у меня был самый такой главный экспериментатор подопытный это спатифилум купидо а а а а а а а а а для вашего внимания это один и тот же кустик это все было когда-то один деленный маленький кустик да вот поделил и все это все размноженки все вот одно и то же просто за счет того что был взят больше объем горшка в этом горшке у нас грунт для папоротников поддонный полив висит он у меня на стене при дневном свете никаких дополнительных подсветок нету но все же у него смотрите какие крупные листики а это у нас этот же кустик который был поделен на много-много кустиков у нас на фитильном поливе и на грунте лечу запон за счет того что маленький объем горшочка и он особо как-то вот ну в таком формате держится вот маленьком аккуратненько чуть дашь ему возможность куда расти он вот начинает увеличивать свои листья пока еще не цвел в этом году не цвел вот этот именно кустик детки которые остальные были какие-то проданы какие-то посажены в другой горшок их много у меня горшков по всему дому они купидо очень интересно странно весело цветет также в прошлом году для вас я делал огромное количество видеороликов по поводу спатифилумов мы вот из этих вот отрезков которые мне принесла моя подруга на размножали столько кашпо ведер и я их для вас снимал ролик размножение на лечу зипоны в фитильном поливе да вот в таких горшочках на фитильке они сидят в лечу запон корни там все зарастает уже все там вот все растет много есть хорошо растут такие объемненькие хорошенькие кустики также много роликов я снял вам по поводу этих же отрезков которые я размножал вот так не падать на грунте для папоротников на поддонном поливе смотрите какой вам какие вот вот были в прошлом году вот да принес надо найти мне ролик и вот что с них выросло по всему дому уже не знаю куда их девать на холодильник поставил туда повесил туда поставил ну вот прям сон какой-то сон чудесно раз чудесно все эти видеоролики у меня на канале есть если вам нужно какие-то испытывайте проблемы по поводу роста вот этих выращивания вот этих прекрасных растений посмотрите найдите мне кстати здесь в перемешку два сорта один сорт с беленькой полосочка другой просто зеленый я их там намешал кому как повезло кому кто куда попал вот они в перемешку все между собой растут и очень даже хорошо никакой дополнительной подсветки всю зиму не было дневной свет висят они у меня на стене под потолком на белом фоне и вот такая хорошая у нас нарядная история растет на холодильнике точно такой же куст стоит тоже на поддонном поливе тоже в грунте для папоротника ну вот прям вот как-то прошлый год у меня был на ура с этими с этими чудными растениями на день рождения подарили папоротник папоротник вот блин вот блин вылетел из головы ладно бог с ним и мне принесли такой огромный красивый куст вот просто невероятной красоты был а я думаю ну куда мне его сажать куда посадить то или какой горшок купить надо а это же надо не маленький было горшок 6 литров даже ему было бы маловато потому что я как-то покупал 6 литров горшок ему вон бы туда не залез бы но я взял его и поделил на 4 части вот это одна из частей ой девчата ребята аж как он истерил просто он скидывал эти два и что-то с ними делал все вот истерика была вот да так громко ты долго он это делал в какой-то момент мне уже хотел сказать блин эти вынесу на мороз вот уже прям даже надоело вот вот эти истерики слушать и грунт для папоротников и горшочек дорогой хороший и фитилек и это и то ну вот и вот только только в этом году один из горшков самый более-менее нарядный самый более-менее приличный там еще мне есть на втором этаже вот эти отрезки деленки которые я от него отрывал они кстати тоже начали уже тоже стали расти вот я смотрю он тут баечки начал выплевывать вроде бы как угомонился успокоился больше не сыпется дамы хорошие я хочу чтобы ты был вот как вот я видеоролики тебя снял вот какой его него принесли огромный пушистый пушистый красивый красивый давай уже в этом году сделаем его красоту какой-нибудь ладно но истеричка плюмоза вот вспомнил думаю мимоза 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 папоротник плюмоза вот но я надеюсь ты будешь такой же красивый красивый как и мимоза висит он у меня на стене без каких-то дополнительных подсветок весь дневной свет который ему достается ему и как хочет так и крутись вот я же выкручиваюсь и ты как-нибудь крутись режиссер уже устал сам себе режиссер сам себе редактор сам себе как он называется кто с камерой работы уже уже дадуман от заканчивать так сингонимы империал варит кустик еще им за не занялся жду когда начал давит в голову когда я сбегу куплю какой-нибудь очередное ведро дешевая красивая умешь какая была идея я многие сингоне мы стал соединять все эти кустики они у меня все растут на керамзите на пассивной гидропоники и всех стал соединять между собой по 4 по 5 кустиков в одно ведро уже два ведра сделал пока не показываю потому что еще нечего показывает только только там что там все угомонилось хочу сингониум white сингониум а триколор соединить между собой какой-нибудь горшок вот сингониум какой-то вот тоже надо куда-нибудь это засунуть как так вот этот сингониум панда надо срочно его тоже отсюда пересадить уже вот что-то что-то дать ему жизнь возможность жить куда-то стремиться вот тут сегодня у меня сидит в этом горшочке уже второй год никак я его не могу пересадить а соединить мне его надо наверное сингониум золотая венеция у них рисунки как хорошие листики красивые пятна разноцветные всякие забавная здесь просто построже как-то рисунки но все равно вот я очень понравились мне эти растения сингониум они кого классные все на спокойно растут на керамзите на гидропоники они как раз это и нужно чтобы я поставил их ведро засыпал керамзитом поставил туда растение чтобы они мне росли и радовали тем более для них уже подготовил большую металлическую уличную цветочную держалку господи забыл как называется вот этот red hard с кем-то надо мне соединить его тоже куда-то подсадить листья у него крупные красивые вот надо тоже что-то вот остальные символиумы я уже снимать не буду уже не понесу девчата и ребята мои хорошие тружусь над новым проектом символиумы которые у меня будут какого в групповой посадки в ведрах я уже два ветра сделал жду когда будут результаты обязательно вам покажу ну что я хочу сказать напоследок сейчас отдохнуть отдышусь берегите себя и своих близких всем дома всем пока пока пока